всем привет сегодня у нас воскресенье и настало время чистки акватерариума но поскольку чистка сопровождается отселением лягушат я решил заснять их снова все могут видеть как они поживают вроде бы должно быть больше лягушат но они очень хитро спрятались под да под деревяшку вот они троица троица лягуш практически четверо лягушат поставим немного сюда постараемся чтобы они не выпрыгнули поскольку они уже достаточно хорошо прыгают чтобы выпрыгнуть из вот такого вот невысокого контейнера кстати у каждого лягушонка уже прослеживается определенная манера поведения вот у нас самый большой самый толстенький коричневатый лягушонок он очень контактный не пугливый и очень любит по есть соответственно пытается поесть как можно чаще это у нас второй наиболее светлый лягушонок у которого наименьшее количество пятен на брюшке вот он на нас прям смотрит он тоже достаточно контактный и хоть одно время опа он прыгает прям телефон думаю что там что-то съедобное да он очень контактный и думает что очень очень забавный лягушонок сейчас опять прыгнет поди прямо в телефон я думаю что кушать можно хотя они достаточно толстенькие поэтому кушки им не дам вот у нас тут третий лягушонок тоже достаточно упитанный и достаточно контактный они у меня немного поменяли цвет стали посветлее но тем не менее окрас прослеживается достаточно разный если этот у нас коричневый папа выбрался видите как легко они могут выбраться теперь лови его двигает стакан надо будет тебя срочно посадить обратно дабы остальные не выпрыгнули ну да ладно все эти лягушат достаточно контактный за исключением пожалуй вон ты вот этого лягушонка он у нас самый хиплый так сказать худой это объясняется тем что он очень трусливенький когда тянешь к нему руки или пытаешься с пинцета покормить чем-нибудь он реагирует крайне вяло крайне медленно опа этого лягушонка выделяет характерная стрела на спине как раз на затылке тот у нас среднего такого коричневого зеленого оттенка никак не хочет выходить чтобы показаться все они достаточно полненькие потому что последние два дня я кормил их гусеницами бражника достаточно хорошая еда этот звук нашего прыгу на он прыгает и перемещает вместе с собой стаканчик надо будет как-нибудь его снова видим как перемещает достаточно сильные прыжковые главное чтобы он не убежал на пол это будет очень трудно его доставать но блин он сам вышел из кадра так сказать этот лягушонок у нас самый светлый хоть он сейчас и выглядит непоседой он достаточно мирный вот его как раз отличие это наименьшее количество пятен на спине выпустим его братьям и он достаточно светлый так сказать салатовенький наименьшее количество пятен тоже очень активный хотя первое на первое время я сомневался не упрыгивает ли он из акватерариума как пятый лягушонок который где-то месяц назад упрыгал потому что ему не доставалось еды ну вот мы видим прекрасно как эти двое лягушат просто сидят и смотрят и кто-то вероятно и даже пытается познакомиться поближе с телефоном но для этого мы подготовили для них небольшую пищу вот гусеница бражника мы помним как они ходят заглатывают а заглатывают как сосиски сразу понятно что он хотел кушать хотя он и так достаточно толстые сегодня поел неплохо поэтому я даже сомневался что ему это необходимо но он скушает и будет доволен остальные лягушата как мы видим уже спрятались за пробковое дерево под свой мостик за исключением этого стеснительного это также постепенно уходит к остальным у него еще виднеется голова гусеницы или хвост не хвост гусеницы но очень скоро он ее проглотит небольшой крупный кадр до свойства лягушек то что после еды они пытаются вытереть себе рот особенно хорошо это заметно если они едят кого-нибудь с большим количеством ножек вроде тех же самых сверчков совсем низко опускать мобильный чревато как бы не выскользнул из руки вот так вот прячутся прячутся в незнакомой местности но под знакомым деревом лягушат такого возраста уже вполне можно кормить сверчками некрупными мелкими наиболее мелкие из сверчков которым положено это дубе дубитнистые или лучше даже дымовые сверчки домовых сверчков можно найти гораздо чаще и при этом достаточно маленьких для того чтобы дать их лягушатам снова немножко потревожим их надеюсь они не запрыгают туда-сюда как группа особо ретивых вот они красавцы удалые светистые полненькие упитанные пожалуй даже скоро буду давать им имена если кто-то хочет подключиться к тому чтобы дать им имена то я прочитаю комментарии видео почему-то у меня вызывает ассоциации с известной игрой на нинтендо в россии больше известная эта приставка как дэнди ну а сама игра battle тот наверняка слышали очень многие правда лягушат у меня не трое четверо поэтому возникает вопрос как назвать четвертого эти трое у нас самые контактные мы очень похожи на тройцу а вот четвертый даже не знаю как тебя назвать ну а пока что время съемок подходит концу сейчас я начну их высаживать обратно в их акватеррариум который достаточно свежий только что почищенный от всякой грязи пока террариуме растет хорошо тина поэтому периодически нужно работать даже щеткой ну а на сегодня все до новых встреч с нашими травяными лягушатами